Проблем, на которые жаловались в своих выступлениях главные тренеры команд и руководители спортклубов, много. Плохое состояние тренировочных баз, отсутствие интереса к нашим командам потенциальных спонсоров и плохая трансферная политика. Остро стоит необходимость постройки в краевом центре универсальной арены для игровых видов спорта. А еще жаловались на слабое финансирование. Действительно, сумма на спорт в краевом бюджете не очень большая. В последнее время в адрес Думы Старопольского края от руководителей команд Сирой по игровым видам спорта поступают. обращение о выделении дополнительных средств из краевого бюджета. Напомню участникам совещания, что в соответствии с краевой целевой программой развития физической культуры и спорта и Старопольском крае 2010-2012 годы, в текущем году из краевого бюджета на субсидии команды было выделено 54 миллиона рублей. Баскетболисты даже в таких стесненных условиях и без богатых спонсоров показывают отличные результаты и довольны вниманием и помощью, которую оказывают депутаты. В конце года 2010-го была ощутимая помощь от краевых депутатов. Это выразилось именно в денежных средствах. Нам помогли, добавили сумму в размере двух миллионов. То есть совокупостные вот эти вещи все привели к тому, что все-таки мы могли выполнить главную задачу на сезон – выиграть. А сейчас ждем дальнейших результатов. Скажем, ожидания у нас самые-самые радужные. То есть мы ждем перемен. Не только мы, все команды ждут перемен. А вообще в спорте в целом в Ставропольском. Потому что они давно уже назрели. Но могу сказать, что мы полны сил, полны бит и желания доказывать, что это все не случайно, это не зря. Единственное, надо нам, конечно, чуть-чуть помочь. Футболисты сетовали на то, что в крае всего три серьезных команды, да и те во второй лиге. В то время как в соседних регионах дела идут куда лучше. И команд больше, и достижения посерьезнее. Пообещали, если получат дополнительное финансирование, выведут Ставропольское «Динамо» в первую лигу. На сегодняшний день команда «Старополь» как никогда «Динамо» «Старополь» имеет возможность выхода в первую дивизию. То есть по-доброму хороший коллектив тренерского состава. Также состав очень качественный футболистов. И поэтому хотелось бы, то есть я как исполняющий обязанности генерального директора «Динамо» «Старополь» при дополнительном финансировании гарантирую выход команды в первую дивизию. Среди спортивных руководителей полная единодушия. Необходимо сделать профессию спортсменов в крае престижной. Кроме того, все понимают, краевой бюджет не резиновый. Есть много других расходов. И есть уверенность в том, что финансовые нужды спортсменов будут учтены. Если будут деньги, уверяют спортивные руководители, это поможет избежать кадровых проблем. Когда талантливые спортсмены просто уходят из края в другие команды и лиги повыше. Еще одна проблема, о которой просили задуматься депутатов – социальный статус спортсмена. Многие не получают в клубах зарплаты и не имеют к концу карьеры официального трудового стажа. Тем самым, завершив выступление, еще относительно молодые люди становятся социально незащищенными. Парламентарии пообещали взяться за решение этих вопросов. Спортсмены в этом не сомневаются. На самом деле мы всегда ощущали поддержку депутатов, потому что все люди спортивные, все относятся нормально и с пониманием к нашим видам спорта. Просто мы реально понимаем ситуацию, которая сложилась в крае и в городе с финансированием. На самом деле очень много у нас отраслей дотационных и дефицит очень большой. Но тем не менее мы понимаем, что те выделенные суммы, которые сейчас идут на игровиды спорта, они мизерны. То существование, которое мы можем и тем временем этим занимаемся, это долгое время, то продолжаться это не может. Это не хватает даже на полсезона. Сами они пообещали оказать парламентариям свою поддержку при разработке законопроектов в поддержку краевого спорта. Алексей Форсиков, Александр Конорев, Информбюро. Редактор субтитров А.Семкин